Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня 22 мая. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа «Регион». Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшее время. Легче не пустить, чем выгнать. Власть Анапы ужесточили контроль за трудовыми мигрантами. Впервые в Анапе общественная организация спасания на водах приходит в детские сады. Привычный для утреннего города пейзаж. Сами анапчане устраивают мусорные свалки на обочине дорог. Об этих и других событиях подробнее. Борьба с незаконной миграцией в последнее время звучит все чаще и в блогосфере интернета, и в официальных СМИ. Как показывает практика, зарубежные мигранты для работы выбирают не крайний север с суровыми условиями, а теплый юг, в частности Краснодарский край. Бороться с незаконной миграцией, не дожидаясь ужесточения законодательства в этой сфере, намерен и глава города Сергей Сергеев, который провел совещание с руководителями всех служб и ведомств, призванных противостоять незаконной трудовой миграции и контролировать деятельность иностранной рабочей силы. Подробнее Вадим Родин. Силовикам Сергей Сергеев выразил крайнее недовольство ситуации с засилием гастарбайтеров, которая сложилась на курорте. Также критику главы курорта вызвала недостаточная сложность в работе всех заинтересованных ведомств и низкая эффективность проводимой силовиками работы. По каждому обращению, предоставляемому правоохранительными органами или общественностью о местах компактного проживания иностранных работников, должны проводиться тщательные проверки. Если проживают нелегально, применить жесткие меры, разрешенные законодательством. Это еще одна задача, которую поставил перед силовиками мэр Анапы Сергей Сергеев. Ставят под угрозу и благополучное прохождение курортного сезона, и вообще экономическую составляющую. Я не буду говорить о том, что они не платят налоги, они не платят отчислений, пенсионные фонды, о том, что в принципе наличные деньги перекочевывают за границей. В полуофициальной статистике у нас на территории находится 5000 гастарбайтеров. По неофициальной, можно сказать так, по оперативной, их порядка 10 тысяч. Дорогие друзья, каждый 15-й человек, которого мы встречаем на улице, это гастарбайтер. Мы же анапчане, в конце концов, дорогие друзья, мы что же здесь жить не собираемся? Дети наши не собираются здесь жить. Внуки, с сегодняшнего дня, запомните. Меняем отношение к этой работе. Также в структуре администрации определен сотрудник, который с этого дня будет отвечать за координацию работы всех служб по противодействию незаконной трудовой миграции. Завершая совещание, Сергеев добавил, что от этого зависит комфорт анапчан и наших гостей, и даже будущее города-курорта. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапрегион. И сегодня в своем микроблоге Твиттер мэр Анапа уже написал об усилении рейдовых мероприятий по борьбе...